Здравствуйте, я Настя. Я очень рада поделиться с Вами этими эмоциями, которые я переживаю каждый раз, находясь в поле благословения, работать, встречаться, общаться с, не побоюсь этого слова, мастерами Павлом и Машей. Во-первых, спасибо Богу, что вообще такие люди встречаются. Это ещё и счастливая семейная пара. Хочешь, не хочешь, заражаешься этим позитивом, но как к мастерам, вчитывая то, что я человек с очень тонкой психикой, и по жизни со мной может работать только действительно ювелир, в том плане, чтобы не перегнуть, не задеть, не спровоцировать меня на какие-то слишком сильные эмоции. Я такого мастера в своей жизни нашла. Путь мой был термист, потому что я пробовала работать с другими преподавателями, очень грубое слово, с другими постановщиками, где этого не получилось. И по случаю Бога, наверное, это заслуженно было мной. Однажды вот мне встретился на моём пути Павел. И могу сказать, что только после этого, после того завершилась моя работа с Павлом, я поняла, что есть мастера, которые нежные ювелиры, тонколюбящие люди психики других людей с проблемами, с непроблемами, с негативом, с позитивом, неважно. Мастера, чьи руки ласкают твоё сознание, даже когда выпряхивают какие-то наболевшие, разломанные моменты. В моей жизни эта встреча состоялась. И, естественно, моим желанием было продолжать работу, довериться просто воле Богу и познакомить с Павлом и Марией, моих любимых подруг, знакомых. И я счастлива, что сегодня со мной приходят сюда вместе на наши расстановки близкие мне друзья, которые получают такой же результат, который получила я. Результат, который является не просто осознанием глобальных процессов, результат, который меняет тебя структурно, осознанно, но ласково. Вот это слово «ласково и нежно» — это то, как в первый раз прикоснулись руки мастера к твоему сознанию, подсознанию, к твоей психике, к твоим самым тонким чувствам. И вот эта ласковость даже в том результате, который приобретается после колоссальной работы энергетической над тобой, над каждой фиброй твоей души, вот эта ласковость, она и закрепляется в том, что происходит дальше с тобой. Я могу сказать, что на сегодняшний день я не могла даже представить, что такой, казалось бы, психический, логический метод может, тем не менее, принести очень тонкие духовные вещи, потому что для меня разграничение было духовное — духовное. Психология — это психология. Я никогда не влезала в психологию, мне это неинтересно. «Вот у меня есть медитация, йога, вот там где-то это всё эфемерное». Но Павел и Мария мне показали то, что логические, отработанные мастерами вещи можно совместить с моим духовным развитием, и процесс эволюции происходит быстрее. Сегодня, Павел, я благодарна вам за то, что с вашей ласковостью ко мне в очередной раз пришло осознание собственной души, очень ярко, очень трезво. Я могу сказать, что я снова расставаясь с вами, понимаю, что я вступаю в абсолютно новое, в завтрашний день. Очень вас благодарю, очень вас люблю. Я хочу знать то, что сегодня осталось во мне, оно принесёт благо и вам тоже, поскольку это благодарность от всего моего сердца. Спасибо, что так ласково, что так тонко, что снова так любяще обращались с той внутренней девочкой, какой бы сильной она ни была, но она была перед вами абсолютно оголённой душой. Мне кажется, что это благословение просто свыше, то, что вы умеете, одно вот, как правильно сказать, то, что вы умеете любую, даже самую сложную работу, всё равно в конце превратить в нечто, что наполнено будет светом. Вот через вас идёт свет. Поэтому я принимаю ваш свет и я передаю вам свой свет. И дай Бог, чтобы как можно больше людей не боялись, в первую очередь, открывать себя. Потому что есть мастера, которые благословлены на провождение даже очень колоссальной работы. Я вас люблю и дай Бог не в постоянной работы. Спасибо вам большое. Спасибо.